Конечная автобусная остановка в Расторгуеве, крупный хаб города Видное. Отсюда отходят множество маршрутов. Общественники решили проверить слухи, правда ли в транспорте не работают валидаторы. Жители периодически жалуются, поэтому мы сегодня вышли на общественный мониторинг проверить, есть ли такое. Спасибо большое. А бывает, что проблемы с ним у вас? Ну, когда бывает, мы пассажиров не высаживаем, возим бесплатно. Оплатить проезд подмосковные пассажиры могут наличными, банковской картой или картой «Стрелка». Для покупки билета электронным способом в транспорте предусмотрены валидаторы. Они могут быть стационарными, как в большинстве автобусов и маршруток регионального перевозчика МОС «Трансавто», или переносными. Их зачастую используют частные компании, которые и грешат неисправностью автоматов. Боевают часто на 379-м. Вот вчера, кстати, случай был. Очень многие жаловались. Если не проходит, деньги не берут. Если валидатор не работает, водитель обязан предоставить пассажиру бесплатный проезд. В противном случае предусмотрит штраф. Если выясняется, что аппарат не работает, водитель должен предпринять все меры для замены этого аппарата на новый. То есть он не имеет права работать на маршруте с неисправным аппаратом безналичной оплаты. Если это происходит в пути, существует такая мера, пассажир не должен страдать от этого и должен ехать бесплатно. Однако члены общественной палаты совместно с представителями администрации Ленинского городского округа в рейд вышли не просто так. В сети интернет появляется множество жалоб на то, что водители требуют оплачивать проезд наличными. А это значительно дороже, чем электронный билет. Шоферы ссылаются на неисправность автомата и, кажется, совершенно забывают об административной ответственности. По великой случайности или благодаря сарафанному радио, что ведется съемка телевидением, но нам так и не удалось поймать нарушителей. В каждом общественном транспорте, где участники рейда проводили мониторинг, валидаторы оказались рабочими. На маршруте 10-19 работал, валидатор активен. Стало понятным из сегодняшнего рейда, что если и бывают связанные проблемы, то они связаны с отсутствием связи валидатора с их системой обработки платежей. Вот. Связь идет через интернет. На многих остановках, как бы, эта связь, ну, ее просто, может быть, нет. Еще существует вероятность того, что у них подвисают эти приемники безнальных платежей. Вот. И они там пока не успеют перезагрузить их. Руководство компании-перевозчика в силах следить за качеством работы своих водителей. По закону, в каждом общественном транспорте должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Но не во всех проверенных маршрутках они оказались. В федеральной службе существует Ространснадзор, которая следит за выполнением законодательства в сфере транспорта. И осуществляет периодические рейды. И штрафует перевозчиков за нарушение законодательства. Мы сами в силах сэкономить свои деньги и сохранить нервные клетки. Просто надо лучше знать законы. Не работает валидатор. Едем бесплатно и сообщаем о нарушении. Можно напрямую в общественную палату Ленинского городского округа. Ее члены намерены продолжать мониторинг. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.